Я хочу задать вам, ну так, чуть-чуть оживить дискуссию, если можно, мне коллеги разрешили, я и за них задам вопрос. Первое, Дмитрий Николаевич, вот мы все так по текущим делам, когда у нас закончится нефть и газ, знаете ли вы это? И сегодня уже государство Ближнего Востока, да, они все разработали стратегии жизнь после нефти. Как будут развиваться эти государства, когда закончится добыча газа и нефти? Первое, хотелось бы услышать ответ от вас на этот вопрос, ваше личное мнение. Второе, значит, мы уже на нескольких заседаниях, коллегу Валентика и так, и это к терзали. Вы пришли, новый министр, отвечаете за всю минеральную сырьевую базу, в том числе и за лес. То есть, когда прекратятся черные вырубки леса, когда государство наведет здесь порядок, когда будет контролировать исполнение закона по восполнению лесов, когда прекратится коррупция в этой сфере, когда кругляк перестанут гнать за рубеж, а будут развиваться предприятия по переработке леса. Вот несколько бизнесменов, которые построили крупные предприятия по переработке леса. Большая часть продукции имеет экспортный потенциал. Переработка до 98%, а леса нет, им не дают. Лес другие рубят, и другие получают лицензии. Президент поставил задачу переработка леса внутри страны. Построили. Где лес-то взять? Как здесь навести порядок? Ну, вы знаете, хочется, чтобы вы, как новый министр, не плыли по течению старому, а чтобы мы от вас увидели те действия государевы, которых давно все ждут. И третий вопрос. Красный Бор, известная вам тема. С советских времен огромная-огромная проблема, накопленный экологический вред. Санкт-Петербург готов передать вам строение, земля ваша. Забирайте, наводите порядок. Деньги в бюджете предусмотрены большие. Эффективно их освоите. Вот три темы, пожалуйста, ответьте на них. Уважаемая Валентина Ивановна, значит, когда закончится нефть и газ? Оно нам нужно, Валентина Ивановна, чтобы они закончились? Вы микрофон говорите, потому что... Валентина Ивановна, значит, я считаю, что нефть и газ в России, я не могу сказать никогда, но очень долго не закончится. Это все миф, потому что мы... Ну, я могу по своему субъекту уникальному, которым раньше руководил Ямал-Ненецкий округ, мы делали предварительные прогнозы по выходу на предшельфовую зону и шельфовую зону. Ну, что касается газа, 50 триллионов приблизительно потому, что видно невооруженным глазом. Чем дальше мы по этому разлому идем, значит, от береговой зоны, тем газа больше. Синаманский газ... Эксперты, ученые говорят, 50 лет, кто-то говорит, 60 лет. Валентина Ивановна, вы считаете, что бесконечно? Смотрите, если мы будем его... Все же зависит не от того, сколько у нас его есть, сколько его потребляет мир. То есть за последние годы кратное увеличение... Мы видим динамику увеличения потребления нефти и газа. Вопрос в том, хотим мы его транспортировать трубой, просто отдавая, или все-таки НДС оставлять в стране как можно больше, как можно больше глубоко переходить. Вот этот вопрос, он наиболее важный. Я все время привожу в пример вот этот проект Ямал-СПГ, который мы с вами все хорошо знаем. Значит, это ведь не государственная компания, это частная компания. Но по большому счету частная компания выполнила в большей степени государственную функцию. Создала этот уникальный проект Ямал-СПГ. Прорубив окно в Азию, открыв Северный морской путь. Сегодня там на 6 месяцев, завтра на 12 месяцев. Мы сомкнем два рынка, европейский и азиатский. То есть по большому счету сегодня нужно думать и говорить о том, правильно ли мы реализуем то, что у нас сегодня есть в стране. Вот это важно. И что мы из этого максимум можем извлечь? А то, что нефтегаз не закончится. Да мы еще к сланцевой нефти не подходили. Мы еще не подходили толком к тризам нашим трудноизвлекаемым запасам. У нас этого очень много. Мы еще к трудному не подходили. А вот этот вот, извините за выражение, там халявный газ и халявная нефть, которая сегодня есть. Ну да, наверное, горизонт ее вот такой, как вы сказали, приблизительно и есть. Но то, что трудное, оно будет, оно никуда не денется. В общем, стратегия «Жизнь после нефти и газа» России не нужна. Мы можем спать спокойно. Правильно я сделал вывод? Нет, Валентин Иванович, я за то, чтобы глубоко перерабатывать нефть и глубоко перерабатывать газ, а не вывозить из страны. Лично мое мнение. Это первое. Когда прекратится, значит, по черным рисорубам, черная вырубка леса? Хотел рассказать вам один момент. Значит, был у меня мой коллега-министр из Китая. Вот. Я, значит, слушал-слушал и понимаю, что Китай – это основной рынок, куда вывозится, значит, древесина. То есть это там, где есть спрос. Есть спрос, безусловно, мы бесконечно будем с этим бороться. Я министру просто сказал одну простую вещь. Вот по тому настроению президента и представителя правительства, которое я вижу, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны, в том числе, Китая, мы закроем экспорт полностью в Китай древесины. Вот лицо его изменилось настолько, что я просто не ожидал, честно говоря. То есть для них это, конечно, проблема. Но я не говорю, что это нужно сделать, да, может быть, на какой-то период времени, чтобы… Это тяжелая тема. Но если мы на самом деле ни силовые органы, ни правоохранители, никто не может справиться с этой задачей, ну, наверное, так придется поступить. Но в ответ он задал мне вопрос. Он говорит, скажите, а что нужно сделать нам, чем мы можем вам помочь, для того, чтобы, например, не ужесточать вывоз древесины? Я просто сказал, давайте построим там, ну, 10, 15, 20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес. Восстанавливайте нам лес. Делайте тепличные комплексы. Он сказал, это безусловно обсуждаемая тема, я обязательно с ней вернусь обратно. Ну, Валентина Ивановна, я не знаю, ответил, не ответил на этот вопрос. Я буду заниматься глубоко этой темой, я вам обещаю. И я человек слова, я точно вам скажу, что ситуация там изменится. Есть подконтрольные мне структуры, которыми я могу это делать, а есть структуры мне неподконтрольные, которые должны напрямую этим заниматься, в том числе силовые, таможенные и так далее. Если ответил, Валентина Ивановна, на ваш вопрос. Ответ не принимается. Мы ждем программу межведомственную, какую угодно жестких, серьезных мер. Поверьте, ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок. Эта сфера настолько криминализована и коррупцией агентной стала, что уже эта ржавчина разъела всех. И чтобы не навести порядок в стране на таможне, на границе, и требовать соблюдения закона, запретить незаконный вывоз леса, незаконную вырубку, ну послушайте, ну это расписаться в беспомощности. Вот очень просим вас, Дмитрий Николаевич, пожалуйста, вы молодой энергичной руководитель. Я желаю заняться этим вопросом, очень серьезно. Вот давайте мы дадим вам полгода времени, чтобы вы разобрались, погрузились. У Валентика уже счетчик пошел, ему меньше осталось. Что-то много вы даете. Спасибо, Валентина. Поверьте, будем жесточайшим образом требовать и спрашивать, но что-то касается очень многих субъектов Российской Федерации. Разберитесь с лицензиями на вырубку леса. Почему вы даете кому попало, а не тем, кто строит заводы? Мотивируйте строить заводы по переработке леса на своей территории. И так далее, и так далее. Много чего нужно предпринять. Ну невозможно. Я коллегам приводила пример. Забайкальский край. По ту сторону границы, процветающий Китай, с новыми домами, инфраструктуры блестящие и так далее. А по эту сторону, где рубят лес, избы наклоненные, понимаете, разваливающиеся. И люди живут в тяжелейших условиях. Ну, коллеги, ну есть власть в стране, есть региональная власть, есть правоохранительные органы, есть профильное министерство. Мы, пожалуйста, готовы. Давайте вместе, ну давайте наведем здесь порядок. Понимаю, что нелегко, понимаю, что непросто. Но бесконечно говорить об этом просто невозможно. Пожалуйста, займитесь этой темой по-серьезному, по-взрослому. Красный Бор. Спасибо, Валентина Ивановна. По Красному Бору. Значит, не хочу всю историю рассказывать, конечно, она с бородой. По шагам, которые мы сегодня сделали, нами абсолютно понятна компания финская, которая этим должна заняться. У нее очень большие наработки. Мы с представителем правительства посетили Финляндию, были у них на заводе. К своему удивлению, конечно, увидели, что даже груз первого, второго класса опасности привозится со всего мира в Финляндию и там утилизируется. Вот при нас была утилизация австралийского груза, который пришел морским транспортом, контейнером, и там утилизирован. Больше, чем у компании этой финской, нет наработок ни у кого. Они с удовольствием берутся за эту работу. Работа понятна. Деньги на эту работу погружены в национальный проект «Экология» Валентина Ивановна с определенными сроками, с конкретными сроками реализации. То, что вы говорили о софинансировании, значит, более там 20% было софинансирование, 24, если не ошибаюсь, Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург не хочет говорить о софинансировании в таком количестве, но, наверное, имеет на это право и можно понять руководство. Значит, мы сейчас разрабатываем вариант у софинансирования в районе 10%, если мы помещаемся в эту цифру, а мы, в принципе, в нее помещаемся. «Росатом» у нас является генподрядчиком в этой работе. Игроки определены. Я думаю, что в ближайшее время мы с самой структурой реализации этого задачи. Дмитрий Михайлович, просьба принять решение организационное, а дальше уже действовать по плану. Хорошо, вот просьба в течение месяца дать ответ, какие решения окончательно приняты. Спасибо.